МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости моего города в студии Оксана Фолина. И вот что сегодня для вас подготовили я и мои коллеги. Итак, сегодня в программе... Водитель бывает курящий. После этого мне последовал удар в лицо. В маршрутном такси произошла драка из-за сигареты. Леса могут превратиться в пустыню. Мы обязательно это все затушим. Чем будете тушить? Водой. В Кузбассе объявлен пожароопасный период. А сколько платить? Специально для кемеровчан работает мобильная группа ЖКХ. Курение до добра не доводит. В кемеровском маршрутном такси водители-пассажиры затеяли драку из-за вредной привычки. А началось все с обычной сигареты. Правда, ни один, ни другой сейчас виноватыми себя не считают. Александр Поморцев выслушал обе стороны этого конфликта. Остановка, 64-й маршрут, сигарета. Эти три слова теперь напоминают ему лишь одну историю. Возвращаясь домой, Иван в очередной раз сел на маршрутное такси до Кировского. Только обычная поездка в общественном транспорте закончилась конфликтом с водителем, который едва не перерос в настоящую драку. Вполне вежливо я попросил его не закуривать. Мою просьбу... А что значит вполне вежливо? Предельно вежливо. Ну то есть достаточно вежливо. Ну что вы сказали? Пожалуйста, не закуривайте. На просьбу пассажира водитель никак не отреагировал. Тогда Иван решил перейти к более радикальным действиям. В общем, здесь-то все и началось. Полез к нему на приборную панель, схватил его сигареты и выкинул их в окно. А после этого мне последовал удар в лицо. По словам отчаянного борца за справедливость, все следы от удара уже прошли. Остались только неприятные воспоминания и по-прежнему курящие водители. Тем самым разбойником, о котором рассказывал Иван, оказался 56-летний Анатолий Ефимович. Причем со своей более мирной версией произошедшего. Без ударов и драки. То, что в этот день он действительно закурил во время езды, отрицать даже не стал. Оправдание смена длится по 12 часов. Из них час обед. Потом останавливаться на перекуры просто нет времени. Я работаю. Я говорю, мы даже опаздываем по времени. Нам даже выйти некуда. Честно, даже в туалет некогда сходить. Пресечением подобных нарушений со стороны водителей в УЗТУ занимается специальная контрольная группа. Несколько раз в месяц рейды по маршрутам общественного транспорта. В соответствии с федеральным законом штраф около 100 рублей. Хотя проводится у нас такая работа, но, к сожалению, меры дисциплинарного воздействия на водителей, подверженных этой погодной привычке, не всегда оказывают эффективное влияние на таких несознательных водителей. Но необходимо отметить, что все-таки большинство водителей пассажирского транспорта, основная масса, соблюдает закон о запрете курения в салоне транспортного средства. В частном автопарке, где работает водитель, о запрете курения знают. Как говорит владелец, профилактическая работа ведется. Но более жесткие меры пока никто не вводит. И на то есть веские причины. А кто будет работать? Потому что работа вообще неблагодарная и малодоходная. Что любое автотранспортное предприятие, пассажирское возникло, что 1237, что ПАП-3, всегда объявление требуется, требуется, требуется. В городском УИЗ-ТУ ежедневно работает справочная служба 574657. Все свои жалобы можно высказать по этому телефону. Потом специалисты будут связываться с перевозчиком, владельцем маршрутного такси. Другой выход – уметь общаться с людьми и не попадать в зависимость от своих эмоций. Александр Поморцев, Алексей Зайцев, Константин Червяков. Новости моего города. А если и вы стали свидетелем происшествия или событий, о котором просто нельзя молчать, позвоните на телеканал «Мой город». У нас работает горячая линия 8 933 300 0300. Мы постараемся сделать все, чтобы вас услышали. Аномальная жара стала испытанием для жителей Кузбасса и грозит обернуться настоящей бедой. В таких экстремальных условиях человечество всегда просило помощи у небес. Шаманы, жрецы, друиды заклинали духов спасти урожай от гибели. Мудрую традицию переняла и христианская церковь. Сегодня в Знаменском соборе прошел молебен о даровании дождя. Православные верующие надеются, что это поможет справиться с жестоким капризом природы. Мы просим, конечно, верим, надеемся. И знаете, немало было случаев, когда люди глубокой веры шли в засуху, молиться о неспослании дождя и брали с собой различные зонты и защиту от дождя. И нисколько не сомневались, что, конечно же, Господь, как любящий отец, ответит. Вот и мы надеемся, что, несмотря на все предрасположенности к тому, чтобы дождь не пошел, мы надеемся, что все-таки Господь ответит на нашу молитву. На предотвращение лесных пожаров в Кузбассе уже потрачено 60 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в управлении МЧС. Сейчас в лесах области нет ни одного очага возгорания. О методах борьбы с пожарами в сюжете Евгении Дугаевой. Есть мнение, что на огонь можно смотреть вечно. Однако устойчивое выражение перестает работать в пожароопасный период. Эти тлеющие угли оставили после себя отдыхающие. Если не потушить их вовремя, то лес за несколько дней может превратиться в пустыню. Спасает то, что далеко не все ведут себя безответственно. В этом году пожароопасный период наступил на две недели раньше и затянулся на все лето. Последний раз примерно такая же ситуация наблюдалась в 60-е годы прошлого века. Сегодня возгорание в лесу происходит не из-за ярких лучей солнца, в небе висит густая дымка, а из-за халатного отношения людей. В 99 пожарах и ста виноват сам человек. Самовозгорание, конечно, может произойти, но для этого нужны определенные условия. Например, вот эта стеклянная бутылка может привести к необратимым последствиям. Если лучи солнца попадут на нее под определенным градусом, то сухая трава загорится и огонь быстро распространится на рядом растущие деревья. Сжигание мусора и курение в лесу этим летом уже спровоцировали в Кузбассе 250 пожаров. Нам удалось на территории Кузбасса выдержать обстановку, не зря и на то, что по некоторым показателям, по количеству пожаров и по площадям есть увеличение. Но я хочу сказать одно, что мы не допустили крупных пожаров. У нас в среднем 3,5-4,5 гектара пожар. Мы все пожары были потушены первые сутки. Из-за чрезвычайной обстановки, вызванной погодными условиями в области, возможно, в ближайшее время будет введено ограничение на отдых в лесу и запретят разводить костры. В МЧС уверяют, эта мера вынужденная. Ущерб от лесных пожаров невозможно оценить сразу. Возгорание, которое произойдет в лесу сегодня, будет еще не один год напоминать о безобидном пребывании на природе. В одном из предыдущих выпусков мы рассказали о семье погорельцев из жилого района Промышленовский города Кемерово. Жечь заживо пожилую пару решили трое неизвестных. Закрыли их в шкафу, забили его гвоздями, облили бензином и подожгли. Но пенсионерам удалось выбраться из горящего дома. Сейчас семье приходится жить здесь же, дышать гарью, отмывать и восстанавливать жилище. Телеканал «Мой город» просит откликнуться те, кто в состоянии помочь пожилым людям хоть чем-то. Пригодится все – одежда, домашняя утварь и, главное, стройматериалы, чтобы отремонтировать дом. Живет семья в переулке 1-й Беломорский, дом 2. Сегодня в Международном аэропорту Кемерово совершил вынужденную посадку самолет, выполняющий рест Геленджик-Томск. Площадь лесных пожаров увеличивается и смог накрывает населенные пункты. Сегодня губернатор Аман Тулеев распорядился организовать достойный прием авиапассажирам – обеспечить всех бесплатной питьевой водой, детей печеньем. И сегодня же губернатор направил телеграмму президенту страны Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с ценами на авиабилеты в регионе. А также обратился к генеральному директору авиакомпании «Сибирь». Цитирую. Поднятие цен на авиабилеты в разгар отпусков и детских каникул влечет за собой отрицательный настрой людей. Подобное отношение к этому вопросу с вашей стороны недопустимо и является неуважением к жителям Кузбасса и руководству Кемеровской области. С 1 июля и на 12% повысились тарифы на свет, воду и содержание домов. Для тех, кто еще не разобрался в жилищно-коммунальных реформах, в Кемерове работает мобильная группа. Специалисты управляющих компаний выезжают на дом и отвечают на все интересующие вопросы. В очередной рейд коммунального патруля отправился и наш корреспондент. Кто последний? Эта фраза в одной из управляющих компаний Кемерова сегодня звучит особенно часто. Пришло время оплаты коммунальных услуг в первый раз после июльского повышения тарифов. Жители центрального района внимательно изучают полученные счета и вычисляют, насколько скачок цен на ЖКУ ударил по их кошелькам. Вопросов накопилось много и для ответов на них в городе создана мобильная группа. Звонок по телефону 31-23-24 и специалисты управляющей компании готовы утолить информационный голод граждан. Не все люди понимают в чем, как, почему. Ну то есть общедомовые нужды, сколько это процентов составило. Бывают случаи, когда люди преклонного возраста не могут сами прийти. То есть это и на собраниях объясняется. И приходим конкретно к людям домой и рассказываем об изменениях тарифов. Первый пункт в списке на выезд улица Гагарина. Здесь живет труженик тыла Анна Николаевна Савина. В свой 83-й день рождения женщина принимает гостей из мобильной группы. В молодости Анна Николаевна занималась легкой атлетикой, но годы уже не те. И самостоятельно прийти в РЭО она не может. Получить информацию об измененных счетах важно не только ей самой. Ведь женщина старшая по дому. Ну мне его размножки. Душа ложка оставляет? Хорошо. Оказалось, платить за коммунальные услуги Анна Николаевна будет не так много, как предполагала. Пенсионерка не расстроилась, объяснив это тем, что справится пенсия хорошая. Тем более повышение цен общероссийское и закон нужно соблюдать. Ну вот вы ко мне пришли, вы мне рассказали, да? А соседи, жители моих нашего дома, им же тоже что-то интересно знать. Они по всякому вопросу ко мне звонят. Специалисты управляющей компании готовы выехать по следующему адресу. Анна Николаевна получила ответы на все вопросы, а комнатные растения – долгожданную влагу, за которую теперь придется платить немного больше. Аркадий Кемеев, Ксения Ткаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. Водителя, сбившего в центре Кемерово 4-летнюю девочку, поместили в изолятор временного содержания. Пока на трое суток. Останется ли он под арестом и в дальнейшем решит суд Центрального района. На следующий день после этой трагедии в Кемерове произошла еще одна авария с участием 5-летнего ребенка. На проспекте Октябрьский автомобиль сбил мальчика. Сотрясение мозга его увезли в больницу. Инспекторы ГИБДД считают, что одна из причин этих двух ДТП – невнимательность родителей. Госавтоинспекция города Кемерово убедительно просит вас соблюдать правила дорожного движения. Уважаемые родители, при переходе проезжей частей необходимо переводить детей через проезжей части, взявшись за руки. Также, если вы гуляете вблизи проезжей частей, не оставляйте вашего малыша на долгий период из вида. Продолжение следует...